Напомню, на календаре 29 сентября, пятница, и сегодня 29 сентября мы отмечаем Всемирный День Сердца. Точно, по случаю такому в гостях у нас сегодня этим утром Швецова Жанна Игоревна, врач-кардиолог областного кардиологического диспансера и караулова Валентина Герасимовна, главный врач Центра общественного здоровья. Доброе утро! Доброе утро! С праздником! Спасибо. Собственно говоря, Всемирный День Сердца. Что этот день означает для вас, Валентина Герасимовна? Вы знаете, Всемирный День Сердца, на самом деле, можно сказать, что это праздник, потому что в этот день мы хотим всем напомнить о том, что сердце свое беречь надо, и его надо беречь всегда и обязательно. Дело в том, что вот на рубеже 20-го и 21-го веков этот день стал, будем говорить, отмечаться, да, а у нас в этом году он отмечается в 23-й раз. 23-й раз? Да, в 23-м году 23-й раз символично, и опыт существенный. Да, и мы очень хотим именно в этот день привлечь внимание к проблемам сердечно-сосудистой системы, потому что традиционно, к сожалению, это не только, конечно, у нас, везде на первом месте по причинам смертности это, конечно, болезни сердца и сосудов. Жанна Игоревна, для вас этот день, это праздник, это работа, собственно говоря. Что это означает для вас? Ну, прежде всего, это день, чтобы поздравить всех с этим праздником, мы это не только поздравляем друг друга коллег, мы поздравляем пациентов, напоминаем о важности контроля, внимание к своему здоровью, внимание к своим близким, важности профилактики и важности обращения к врачу именно на начальных каких-то стадиях заболевания. Вот, об этом мы сейчас поговорим. Вот расскажите, пожалуйста, вот человек вот живет, да, ничего у него не болит, как мы обычно, мы в больницу не ходим, мы ничего не проверяем. Тем не менее, если ничего даже не болит, есть необходимость идти проверяться? И как часто? Конечно. Если нету никаких заболеваний со стороны сердечно-сосудистой системы, контрольные медосмотры, такие вот профосмотры, проводятся один раз в год обязательно, особенно для лиц старше 35-40 лет. Если все-таки есть какое-то заболевание сердечно-сосудистой системы, то такие осмотры проводятся раз в полгода. Ну, здесь на что следует ориентироваться? Вот на то, что нужно, да? Здесь нужно, конечно, ориентироваться в первую очередь на свое самочувствие. Если уже человек почувствовал, что есть какой-то звоночек, то есть боли в сердце, повышение, чаще всего это проявляется повышением артериального давления, и мы всегда говорим, что давление должно быть под контролем. Поэтому в первую очередь нужно обращать внимание на артериальное давление, обязательно его измерять, если уже оно стало повышаться, не реже двух раз в день, утром и вечером, и обязательно вести дневник. Так будет спокойнее и надежнее и самому пациенту, и доктору, к которому придет пациент. Дневник замера артериального давления имеется в виду? Контроль артериального давления. Артериальное давление вместе с пульсом. То есть без симптома заболевания здесь протекать не может, да, связанные с сердцем? Ну, вы знаете, оно может до поры до времени не давать о себе знать. То есть давление поднимается до невысоких цифр, но оно уже поднимается. Поэтому мы почему говорим сейчас всем, пройдите диспансеризацию, пожалуйста, пройдите диспансеризацию, потому что при этом обязательное измерение роста веса, подсчета индекса массы тела, артериальное давление, холестерин, сахар. Причем вот это те индикаторы, на которые стоит обратить внимание в первую очередь. Вот Жанна Игоревна затронула такую цифру 35 и старше. Да, 35-40. А ведь говорят, что болезни-то молодеют. Вот наверняка мы можем говорить детей о более молодом возрасте. Да, мы можем, конечно. Просто в более молодом возрасте люди должны проходить профилактический осмотр и, допустим, раз в три года диспансеризацию. А вот что касается уже лиц старше 40 лет, диспансеризация должна проводиться ежегодно. Обязательно. А о детях мы здесь не говорим. Мы сегодня говорим о взрослых, потому что, что касается детей, там, конечно, больше внимания родителей должны быть. И у детей профилактические осмотры. Это в детских садиках, это при подготовке к школе. То есть, ну, у них немножко другая система. Здесь мы хотим, чтобы человек сам задумался о своем здоровье. Можно это перебить? Пожалуйста. Факты, просто вопросов очень много всего хочется обсудить. Факторы риска вот заболевания какие? У нас есть факторы риска модифицируемые, то есть те, которые мы можем изменить и на которые можем повлиять, и немодифицируемые, то есть которые мы изменить уже не можем. Вот к модифицируем относятся это повышенное, неправильное питание, повышенная масса тела, ожирение, малоподвижный образ жизни. Сейчас, к сожалению, столько работы, что она в основном сидячая. Но среди такой работы нужно находить минимум 30 минут в день для аэробной физической нагрузки. Это ходьба. Интенсивная, да. Или как сейчас скандинавская ходьба модно уже стала, да. То есть для того, чтобы предотвратить заболевания сердечно-сосудистой системы. Также это гипертоническая болезнь, если такой диагноз был выставлен. То есть контроль артериального давления, измерение препарата, которые назначает ваш лечащий доктор. Врачи должны принимать неопределённо долго или пожизненно, как это сейчас говорят. На что мы повлиять не можем? Возраст. К сожалению, с возрастом становится больше, чаще выявляется артериальная гипертензия. Пол. У мужчин болеют, страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями чаще, чем у женщин. И умирают раньше, к сожалению. Да, ну, наверное, это связано, скорее всего, с теми вредными привычками, которые есть, курение и алкоголь, которые всё-таки у нас прерогатива мужского населения. И наследственность. Да, генетическая предрасположенность, наследственность. Это те три фактора, на которые человек сам повлиять в своём состоянии здоровья не может. Ну, а медики, они же могут хотя бы какой-то баланс-то навести баланс. Я думаю, они всё делают для этого. Ну, вот, а что делать? Что делать с человеком, у которого есть предрасположенность в сердечно-сосудистом заболевании? Вот если есть предрасположенность, значит, этому человеку надо вести себя ещё более аккуратно. И, кстати, вот мы говорим всё время курение, алкоголь, да, даже вот при проведении эпидемиологического мониторинга, мы когда изучали факторы риска, то они не выходят на первое место, да, они выходят где-то... Казалось бы, да? Да, на третье... Но курение, кстати, больше вредит организму, особенно вот сердечно-сосудистой системе. А в первую очередь, конечно, это неправильный образ жизни, то есть переедание, неправильное питание. Так, а стресс? Ну, стресс тоже не на первое. Ну, наверное, здесь, да? Это вреду. Здесь идут хронические уже. Это вреду уже, да, идут они. А так, в общем-то, вот, избыточная масса тела, неправильное питание, низкая физическая активность, это вот прям практически у всех. Ну и, конечно, повышение артериального давления и низкая приверженность к лечению, вот то, о чём Жанна Игоревна сказала. Потому что врачи просто так не будут назначать. Вот ещё расскажите о том, что пациентам вот вам же приходится часто сталкиваться, ну, поднялось давление, а потом нормализовалось, я и не пью таблетки. Ну да, как часто бывает. Часто такое бывает, что вроде бы мы попили, нормализовалось, и да, и больше мы не будем. А вот если сравнить, всё-таки у вас опыт Валентины Герасимовны больше. Вот 23-й раз подряд у нас Семерный день сердца проводится. И вот, Жанна Игоревна, ваше мнение, оно как, оно в ладу, или всё-таки как-то ситуация меняется, какое-то отношение медиков к данной тематике? Какие-то новшества может быть. Да-да-да, меняется. Можем так сопоставить ваш опыт? Ну, я думаю, что опыт можно сопоставить, потому что я могу говорить о том, что было, допустим, с чего начинались вот эти всемирные дни, допустим, сердца. А Жанна Игоревна уже может на сегодняшний день сказать, люди нас слышат, не слышат. Ну, что вот меняется, да. Ну, Жанна Игоревна, давайте бы так. Слышат всё-таки или не слышат? Прислушиваются. Вот, осторожнее ответим, да? Да. Прислушиваются, стараются, стараются выполнять. Но здесь важно то, именно факт обращения пациента, именно не пропустить своевременное обращение, именно не пропустить те вот звоночки, которые могут быть самому уже пациенту. Хорошо. В рамках Всемирного дня сердца, что мы делаем для того, чтобы просветить человека? Какие мероприятия, да, у вас? Ну, мероприятий, конечно, в этот день очень много, мы даже боимся уже этот день перегрузить мероприятиями. Ну, во-первых, в каждом лечебном учреждении, первичной медицинской сети, куда люди приходят на приём, мы рекомендуем главным врачам разместить в холле поликлиник медицинский пункт, где человеку измерят давление, и если, не дай бог, давление повышено, то чтобы его сразу определили, допустим, на приём. Некий доврачебный кабинет, да? Это кабинет есть во всех поликлиниках, а это в вестибюле поликлиники. То есть в доврачебный кабинет тоже будет очередь, а здесь люди пришли, мало одной медсестры, чтобы измерять давление, можно будет двух посадить, двух стёр. Вот, и человеку ещё раз сказать, контролируйте своё давление, это очень важно для вас. Вот, потом ещё, значит, кардиодиспансеры. Да, у нас в кардиодиспансеры в этот день будет проводиться день открытых дверей или консультативный приём пациентов, то есть в этот день могут записаться без направления по предварительной записи. Также у нас открыта горячая линия по вопросам профилактики, лечения сердечно-сосудистых заболеваний. В этот день у нас будет проект долголетия, то есть это выезд будет у нас производиться в Центр профилактики для... Центр активного долголетия, да. Для консультации, для беседы с населением по поводу профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. А вот по опыту прошлых лет звонят люди на горячую линию? Звонят очень много. Спросом пользуются. Да, потом просто все говорят, что мы не дозвонились, до вас невозможно дозвониться, но это не говорит о том, что не проводится, просто звонят. Воток, да? Да, много. И причем, даже если не дозвонился, телефон-то продолжает действовать, можно позвонить потом, и обязательно поэтому телефону дадут консультацию. Почему вот Жанна Игоревна говорит, что прием без записи, но по предварительному звонку, да, по предварительной записи? Потому что, чтобы не приходило сразу много людей. Потому что все начинают обижаться сразу, в первую очередь, с кого принять. Ну, понятное дело, в очереди начинается еще больше такое недовольство, да, что вот, мол, объявили, мы пришли, еще приходят только ждать, и люди с давлением еще больше. Да, это может усугубить. Да, 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 ситуация. К сожалению, вы совершенно правы, да. А вот мы за камерой говорили о 10 тысячах шагах, о некой акции. Вот поподробнее сейчас в эфире. Вы знаете, это тоже ежегодно по инициативе нашего сердечно-сосудистого хирурга Лео Антоновича Бакерия проводится такая акция по всей России, 10 тысяч шагов к жизни. То есть в этот день объявляется акция и организовывается поход, ну, такой выход, что ли, людей именно, чтобы прошагать в этот день, по крайней мере, 10 тысяч шагов, чтобы знать, на что я способен. Могу, не могу. Но людям, которые страдают, допустим, болезнями сердца и сосудов, либо гипертонической болезнью, не надо стремиться к 10 тысячам шагов, достаточно 5 тысяч. Но просто в этот день, вот в этом году это планируется с участием кардиохирургов, кардиологов, чтобы они тоже людям могли в ходе беседы, в ходе движения рассказать о профилактике болезни сердца и сосудов. То есть 10 тысяч шагов – это по-прежнему такая мера, да, определенная норма, которая до сих пор, она актуальна. И вот про акцию вы сказали, она в этом году у нас когда? Завтра или послезавтра, да, 30-го или 31-го? 30-го или 31-го. Решение будет принято и окончательно уже будет доведено до всех конкретно этот день. А где можно узнать будет эту информацию? На сайте? Ну, конечно, на сайте и на вашем сайте тоже это будет обязательно, потому что мы везде постараемся разместить и привлекаем людей, чтобы все приходили. Потому что, ну, может быть, человек ни разу не проходил, думает, ну, что такое 10 тысяч шагов, не смогу пройти так много. А потом, когда идет, и получается, что это не так уж и много. У нас очень многие, те, кто занимаются ходьбой, вот, в Кандинавской ходьбой. Да, в Кандинавской ходьбой. Сколько они шагают в день? Стараются 10 тысяч шагов в день. То есть при помощи шагомера, да, или какого-то? Да, сейчас очень часто, да, у всех есть такие браслеты, и они приходят. Опять-таки, по опыту, вот интересно, в прошлом году акция же проводилась подобно, правильно? Сколько людей пришло на акцию? Ну, в прошлом году я точно сказать, конечно, не могу. Ну, примерно хотя бы, да, просто чтобы понимать порядок. Ну, где-то около тысячи человек пришло на акцию. Потому что, ну, кто-то, может быть, шагает в другом месте. Причем мы и в этом году, и в прошлом говорим, чтобы такие акции проходили так же и в муниципальных образованиях. Пусть там они меньше, короче маршрут выберут для себя. Но вот то, что говорит Жанна Игоревна, что центры активно с долголетия, да, они пойдут. У них ведь у многих получается больше 10 тысяч шагов. Да, если поучиться нужно, как они волосы. Ну, они и достаточно выносливые люди. Ну, и потом, учитывая, наверное, и возраст их, они все-таки более внимательно относятся к своему здоровью и больше прислушиваются к кардиологам, слушают кардиологов. Вот мы, например, в Центре общественного здоровья составляем там график выходов в Центры активного долголетия. Чаще всего они просят, чтобы пришел кардиолог, эндокринолог, и рассказали о правильном питании, ну и о здоровом образе жизни. Жанна Игоревна, а с какого возраста скандинавская ходьба полезна? С любого, абсолютно. Здесь нет никаких ограничений. Никаких ограничений нет. И скажите, пожалуйста, советы или пожелания для наших зрителей, как сохранить сердце здоровым? Совет кардиолога. Да, совет кардиолога. Ну, прежде всего, хочется пожелать в такой день здоровья. И что немаловажно, это внимание. Еще раз повторю, внимание к себе, внимание к своему организму, к своим родственникам, близким. При малейших каких-то отклонениях, нарушениях, сразу обращаться, не бойтесь обращаться к врачу. Чаще ходите, чаще гуляйте, находитесь на свежем воздухе, кушайте фрукты, овощи, ведите здоровый образ жизни, откажитесь от вредных привычек, меньше стресса, больше уделяйте внимания отдыху. Все понятно, все запомнили. Я с удовольствием поддерживаю все слова Жанны Игоревны. Просто особое внимание обратить хочу на... Откажитесь от вредных привычек, пожалуйста, потому что это очень отравляет жизнь на самом деле. Ну и вот то, что подчеркнула Жанна Игоревна, это употребление в пищу овощей и фруктов, к сожалению, пока нас слышат не очень хорошо. Причем обращаю внимание, что овощи и фрукты должны быть те, которые растут на нашей территории. И сезонные, да? Сезонные наши. Конечно. Спасибо за эту встречу. Еще раз с праздником счастливых вам пациентов. Вам здоровых людей. Здоровых людей, да. Спасибо огромное. Берегите себя и свое... Спасибо большое. Спасибо. Друзья, напомним, что в гостях у нас сегодня были Швецова Жанна Игоревна, врач-кардиолог областного кардиологического диспансера, и Караулова Валентина Герасимовна, главный врач Центра общественного здоровья. Это Утро с репортером, и мы продолжаем. Редактор субтитров А.Семкин